Сталина планировали убить прямо в ванной, в тот момент, когда он был максимально беззащитен. В 1938 году руководителя дальневосточного НКВД Генриха Люшкова внезапно вызвали на ковер в Москву. Люшков понял, что в столице его не ждет ничего хорошего, и немедленно отправился в Токио, чтобы купить себе свободу за секретные сведения об обороне Советского Союза. Предатель подробно рассказал о системе охраны одной из дач Сталина в Сочи. По периметру участка были разложены мины и выставлены десятки охранников. А в море и в небе неподалеку дежурили боевой корабль и два самолета-истребителя. Единственная лазейка – подземная труба, по которой поступала минеральная вода. Через нее можно было легко пробраться к принимающему лечебную ванну Сталину. Уже через год Люшков руководил операцией по убийству советского вождя. Шесть белогвардейцев вместе с перебежчиком пытались проникнуть на территорию Союза через турецкую границу. Но пограничники встретили группу пулеметной очередью. Операция провалилась.